Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать продвижение сайтов без ссылок, потому что люди часто спрашивают нас на форумах, во многих местах, как же все-таки продвинуть сайт без ссылок. И я вам раскрою секреты, которые мы используем, в том числе для нашего сайта. Меня зовут Литовский Анатолий, рядом со мной Николай Шмачков. И поехали! К первым вопросом давайте обсудим, сколько ссылок мы покупаем для себя, для наших сайтов. Как вы знаете, у нас есть сайт seokwik.ru и уже на протяжении многих лет, я уже не помню даже сколько, мы не купили ни единой ссылки. Да, мы этим грешили, мы эти ссылки удалили, сейчас мы этого не делаем, потому что оно не приносит результатов. Трафик наш растет, мы постоянно развиваемся, потому что мы не покупаем ссылки, мы их создаем, то есть используем белые незапрещенные методы, которые дают результаты. Я вам скажу, когда люди приходят к нам на работу, устраиваются линкбилдерами или соошниками, первое, что я делаю, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, сколько я ссылок покупаю для нашего проекта, потому что ты, наверное, изучал, смотрел. Я вам скажу, никто не может ответить правильно, они называют какие-то непонятные цифры. На самом-то деле мы это не делаем, мы перестали покупать ссылки и используем исключительно белые методы. И в этом видео мы поделимся этими методами, то есть это действительно необходимо делать, но эти методы, они больше приносят трафик, известность и трастовость, а не какие-то там пузомерки, которые необходимы для продвижения именно проектов. И мы переходим к следующему вопросу. Как вы думаете, почему Google и Яндекс видят купленные ссылки? На самом деле Google и Яндекс прекрасно видят любые ссылки, которые появляются на ваш сайт. Для этих целей у них есть пауки, которые ходят по всем сайтам, изучают все внешние ссылки и базы данных, которые все эти ссылки сохраняют. Те ссылки, которые на вас ставятся, вы можете сами посмотреть, если вы перейдете в Google Webmaster или Яндекс.Вебмастер, соответственно, и будете видеть все ссылки, которые там есть. И как вы думаете, они же видят контент, с которыми созданы эти ссылки, они видят периодичность сайтов, которые регулярно публикуют ссылки на абсолютно разные проекты, на схожие проекты, которые публикуются ссылки, они изучают контент. Поверьте мне, даже не ручными методами, а машинными методами поисковики прекрасно отличают купленную ссылку от реальной. И есть сайты, на которые уже бесполезно попросту ставить ссылки. И коммерческие ссылки, которые, например, ведутся с информационных сайтов, поисковик научился игнорировать в первую очередь. И что бы вы ни думали, поисковые системы делают все для того, чтобы избежать в этих вариантах выдачи тех самых ссылок, которые однозначно бесполезны. И они исключают их влияние из выдачи. Почему я это понял? Я очень долго анализировал сайты, которые продвигались серыми методами, приходили и продвигались Миролинкса, Гогетлинкса, Мелисапа, которая уже умерла, уже ее попросту нет. И я изучал, почему не работают отдельные методы продвижения. И я выяснил одно но. Ссылки, которые были сделаны в основном на главную страницу, давали больше эффекта, чем сделанные на коммерческие страницы. Вы спросите, Николай, а какого черта тогда? Я же хочу продвигать одну услугу, хочу продвигать там то-то, то-то, какие-то отдельные вещи. Нет, это не работает. Вот продвижение почему-то вот отдельных страниц услуг попросту, бесполезно. И поисковик научился отличать. Вот вы делаете ссылку на коммерческий раздел, допустим, вот у нас страничка есть, посвященная, допустим, там, аудиту сайта. Если я сделаю на нее хоть 100 ссылок, результата не будет. И никакого результата вообще не будет. И это не сработает. Можете поверить, проверить, поэкспертируйте на своих, на чужих сайтах. Ничего не выйдет, это будут попросту слитые деньги. Поисковик научился отличать такие SEO-шные ссылки. Их отличают и то, что они ведут на коммерческую страницу. Второй момент их может отличать, то, что они ведут по чисто коммерческому анкору, иногда по суррогатному анкору. Это все видно. И поисковик прекрасно понимает, что эта ссылка бесполезна. Третьим вопросом давайте обсудим, почему западные методы создания ссылок работают отлично и у нас они никак не приживаются. На самом-то деле они приживаются. И они прижились именно на нашем сайте. Мы их используем для наших проектов и для наших клиентов. К примеру, гостевой постинг. Практически используют все. Основная масса людей, они идут на Миролинкс, покупают эти ссылки. И они не работают, не дают результатов. Но если вы начнете создавать контент для других на каких-то известных классных блогах, сайтах, которые релевантны вашей тематике, тогда это дает результат не только как ссылка, а даже как трафик. К примеру, мы написали статью на сайте Дивак, он довольно-таки известный SEOшник. И я вам скажу, куча трафика мы получили по этой ссылке. Мы написали классную статью на блоге Сербстат, мы получили кучу трафика по этой ссылке. И авторитет, и это помогло продвинуть наш проект. То есть постарайтесь найти список сайтов, которые релевантны вашей тематике, это блоги. И напишите им, аутрич, что вы готовы создать какой-то классный контент, полезный контент. И таким образом создавайте контент не только для своего блога, а для других блогов. Чем больше вы таких статей напишите с целью не создания ссылки, а с целью создать классный контент, чтобы аудитория другого сайта его прочитала, понравилась, поинтересовалась, кто автор, и перешла по какой-то релевантной ссылке на ваш сайт. Это дает действительно хорошие результаты. Почему западные методы еще классно работают? Потому что они часто используют метод замены ссылок. Это либо метод битых ссылок, либо система, которую создал Брайан Дин, называется Skyscraper Technique. Смысл техники в том, что вы заменяете ссылки ваших конкурентов на свои. К примеру, вы увидели, что на вашего конкурента ссылаются какие-то ссылки, но его контент морально устарел. То есть вы пишете outreach другому сайту и сообщаете, вы знаете, у меня есть более свежая статья, полная статья. А вы ссылаетесь на какой-то устаревший контент. И вероятность, что вебмастер поменяет ссылку, потому что он заботится о аудитории своего сайта, огромная. То же самое работает при методе битых ссылок. Когда вы находите, допустим, какие-то битые ссылки, контент уже не существует, вы просто пишете outreach и просите поменять ссылку на рабочую ссылку на ваш контент. Здесь важно, это работает тогда, когда у вас действительно есть классный контент, который соответствует этой ссылке. И для русскоязычного сегмента, когда я пытался применять эту технологию, я заметил одну простую вещь. Это не работает для сайтов, которые заплатили за эту ссылку. То есть если она была куплена на бирже ссылок, а вы просите поменять, я вам скажу, ее не поменяют, но в лучшем случае ее просто удалят. Поэтому здесь важно пересмотреть, была эта ссылка размещена естественно. То есть любой соошник, который обладает каким-то опытом, он видит, это естественно, действительно хорошая ссылка. И тогда он может это поменять. Если это была купленная, лучше ее проигнорировать и просто забыть и даже не пытаться. Во-первых, потому что и Google, и Яндекс ее игнорируют, потому что она изначально была купленная. Во-вторых, она вам не даст результата. Но почему же западные методы у нас не работают? Потому что они сложные, это отнимает много времени и вы не создадите много ссылок. Вопрос, зачем вам много ссылок? К нам приходят клиенты и говорят, а сколько вы ссылок сделаете в первый месяц, во второй месяц, в третий месяц? Ну это ерунда, ребята, вам нужны ссылки или трафик. Вот наш сайт, наш проект, мы создаем ссылки для себя с целью получить органический трафик, реферальный трафик. Мы не создаем их много, но это помогает получать нам органику. Ваша конечная цель получения трафика. Google, Яндекс видят покупные ссылки, они их определяют. И даже если вы создадите их тысячи, но не получите трафика, а еще и пессимизируете ваш сайт, какой смысл, если вы можете создать 10-20 ссылок, отдать за это 500 тысяч долларов, 2 тысячи долларов. Но небольшое количество, но качественных ссылок на авторитетных ресурсах, релевантных, и при этом это вам даст куча трафика, ваша цель будет достигнута. Получение трафика, который действительно работает. И мало того, мы это используем для себя и для клиентских проектов. Это действительно то, что сегодня необходимо делать. Создавать контент для других сайтов с целью принести пользу другому сайту и получить результаты. Ну, мы переходим к следующему вопросу. И мы переходим к третьему такому варианту создания ссылок. Мы говорили, что есть покупные ссылки, есть ссылки, которые можно получить западными методами. И если с покупными ссылками все ясно, Google их не любит, с западными методами все ясно, у нас по ним трудно двигаться, потому что все двигаются первым методом. Как же получать, собственно, ссылки? Мы же все знаем, что Google любит ссылки. В любой непонятной ситуации Google смотрит на ссылки. Но то есть ряд причин. Ссылочное ранжирование лежит в основе этого поисковика. И как ни крути, он все равно как-то их учитывает. Ну, то есть, если на вас ноль ссылок, значит, ваш проект никогда не вырастет. И совсем с нулем ссылок я, конечно, проекта в топах не видел. И западные методы подразумевают то, что вы просто будете ссылки не покупать, а делать естественно. А как же тогда, если не покупать, но делать естественно, а естественно не получается, что же делать? Есть, собственно, такой простой метод, называется методы социальных программ. И формально его относят, как я вот записывал в видео, к серым методам. Но не совсем он таким серым и является. Смотрите, вы можете провести, например, веломарафон. Вы можете веломарафон посвятить, допустим, ну вот вы как спонсор веломарафона можете провести, вот, например, вот мы сейчас находимся на Куяльнике, провести его вот тут по всей Одессе, вот по Куяльнику. И про этот веломарафон вы можете написать в СМИ, в местных СМИ, на местные газеты, местные фактически блоги, посвятят целую запись по вашему веломарафону. Будут проводиться трансляции и будет много социальных ссылок. Социальная программа, которая даст вам результат. Но вы скажете, окей, ну это веломарафон, его надо проводить, это надо все организовывать. Да, это надо организовывать, но есть и другие методы. Мы занялись этим методом, мы его взяли в западном сегменте, он там безумно популярен. И решили его культивировать в Украине. До этого был не очень удачный кейс культивирования этого метода. Другим нашим, как говорится, конкурентам делались это, если не ошибаюсь, для Дельтабанка. Вот, они делали эту программу и особо она результатов там не сорвала. Мы проверяли, реально куша там не было. Мы изучили их ошибки и создали свой проект, называется Scholarship Events. И начали развивать этот проект в Украине и потом начали развивать его в России. И результат не заставил себя ждать. Ссылки, которые мы получали по этой программе, просто прилетали сразу. Почему? Потому что мы сразу правильно создавали сами эти социальные программы, правильно продумывали текст, правильно продумывали, что должно быть в них написано. Потому что мы изучили все ошибки и знаем, как это делать правильно. И сейчас соцпрограмма – это первый метод, который мы рекомендуем тем сайтам, у которых ноль ссылок, у которых плохой ссылочный профиль, которые пришли после САП и Гогитлинкса, у которых вообще полная шляпа с ссылочным профилем. И нужно его исправлять. И социальная программа реально реанимирует мертвые сайты и вытягивает их фактически на первые места за каких-то там 6-7 месяцев. И 6-7 месяцев – это реальные сроки по выводу сайта в топ. И на сегодняшний день это то, что мы можем сказать. Если ваш сайт пришел и у него проблемы, соцпрограмма его реально спасает. Как она делается? Она делается без единой покупки ссылок. Мы просто связываемся с нужными людьми и говорим, что на этом сайте есть социальная программа, которую мы бы хотели до вас донести. И те люди, которые занимаются размещением этих соцпрограмм, размещают ее. Коммерческая ценность, конечно же, это знание всех этих людей. И, собственно, этим мы и занимаемся. И, конечно же, для того, чтобы мы попробовали провести сами эту соцпрограмму, вы потратите годы на сбор базы, на поиск нужных людей. Ну и, конечно же, вы наберете все эти шишки, которые набивали все другие до нас. Ну, пока вы это сделаете, конкуренты уже закажут эту соцпрограмму, конечно же, у нас. Если интересует, ссылочка на соцпрограмму будет, конечно же, в описании. Итак, следующим вопросом давайте обсудим, как необходимо организовать сам Outreach. Это основная проблема, почему линкбилдеры не переходят на западные методы создания ссылок для русскоязычных проектов. На самом-то деле, Outreach работает супер. Единственное, что важно, правильно к этому подойти. К примеру, люди получают больше 100 email в день. Ну, где-то, я не помню точно статистику, там 120-150 email в день получает практически каждый. При этом мы что делаем? Первичное, мы открываем email от наших коллег, да, от наших коллег по работе. Второе, мы открываем email от наших друзей, клиентов. И уже только после этого есть вероятность, что откроется email от какого-то неизвестного человека. И Брайан Дин проводил исследование, которое показало, что только 8% email в Outreach сегодня открываются. То есть можно написать кучу email и при этом результатов не увидеть. Что же тогда делать? Перед тем, как писать какой-либо email, вы должны подогреть отношения с человеком. То есть вы должны стать его другом, либо клиентом, либо где-то в этой категории. То есть перед тем, как вы пишете какой-то email, изучите человека, кому вы пишете. К примеру, мы не пишем email там Сергея Кокшарову или Игорю Руднику. То есть мы сначала с ними подогреваем отношения в Facebook, мы интересуемся их контентом, мы пишем комментарии к их контентам. И они видят, да, практически любой создатель контента или какой-то известный блогер, он интересуется, что люди про него пишут и говорят. И когда он видит, опа, какие-то другие SEOшники интересуются их контентом, соответственно, он проявляет интерес к такому человеку. И вероятность, что он откроет ваш email, увеличивается. Поэтому важно перед проведением какого-либо Outreach подогреть отношения. Да, это требует времени, это отнимает время, но вероятно, ваш email при этом открывает и рассматривает. Второе, не пишите email с целью принести пользу себе, забудьте про это. Ваша цель принести пользу человеку, кому вы пишете. То есть вы должны ему дать пользу, потому что любой человек, он имеет такое свойство эгоизм. Это абсолютно нормально, это наша природа. И у нас нет времени думать про кого-то других, особенно людей, которыми они мало взаимодействуют. Соответственно, когда человек читает email, он должен понять, какую я получу с этого пользу. То есть вы прежде чем что-то написать, подумайте, что вы принесете. К примеру, мы проводим социальную программу. Мы принесем пользу твоим студентам. Они оплатят за обучение. Плюс? Плюс, конечно, плюс. Второе, если вы пишете, допустим, хотите разместить какой-то гостевой пост, вы напишите. Я создам контент, который принесет пользу аудитории твоего сайта. Они будут больше интересоваться твоим сайтом, заходить и читать мою статью. Плюс? Конечно, плюс. То есть любой email, который вы пишете, допустим, это замена битой ссылки, или это skyscraper техник, это должна быть польза. К примеру, если вы поменяете ссылку на мою статью вашей, вы принесете пользу вашему пользователю, они не будут приходить на битую ссылку или на какой-то устаревший контент. Любой вебмастер, он заботится о качестве контента на своем сайте. То есть прежде чем писать какой-либо email, вы должны подумать, какая польза будет вебмастеру. Подогрейте отношения с ним, познакомьтесь, подружитесь. И потом только пишите email, который принесет пользу ему, а не вам. Вам это уже второстепенно, да, то есть вы уже как вторичное звено результат, потому что вы должны изучить причину, а вы уже будете получать непосредственно результат. Ну, мы переходим к следующим вопросам. Давайте тогда подумаем. Если же, как говорится, с другими методами взаимодействия, которые нужно выстраивать ссылки, еще ничего не понятно, я скажу, что не только одним O3, чем не одним Сколором вы будете жить. Мы тоже долго работали по этому направлению и заметили, что тоже мы уходим в некий ступор. И заметили, что для того, чтобы работать по продвижению сайта, нужно искать новые методы. Оптимальным методом является, конечно же, коллаборация или совместное сотрудничество. Как это организовать? Есть два способа. Да, их два. Первый способ, конечно же, провести совместный вебинар, совместную видеозапись, совместный эфир, может быть, даже совместный подкаст. Все эти методы прекрасно работают, и вы можете убедиться на нашем YouTube-канале. Мы, когда начали развивать наш YouTube-канал, мы заметили, что вебинары дали своеобразный такой новый толчок нашему YouTube-каналу, и у нас закончилась стагнация роста подписчиков. Почему так происходит? У этой аудитории тоже есть своя аудитория. У владельцев, у кого позвали к себе создателя другого контента, тоже есть своя аудитория. И она может прийти, посмотреть вас и порекомендовать своим друзьям. Более того, если вы во время вебинара будете привносить что-то новое для этого человека, рассказывать что-то новое, например, как мы на прошлом вебинаре рассказали про, допустим, наш новый тул, которым можно проверить полностью ваш сайт. Ссылочка на тул, кстати, в описании. Можете в нем воспользоваться. Он бесплатный и позволит просканировать ваш сайт на предмет ошибок тайтлов, дескрипшенов, много чего. То есть тул создан именно с целью для SEO-шника. Он SEO-шнику однозначно точно поможет. И здесь я могу сказать, что когда вы работаете коллаборацией, вы приносите что-то новое, он делится вашим контентом, делится со своей аудиторией, делится, возможно, в своих соцсетях. Я буквально недавно изучал в Яндекс.Вебмастере наши ссылки, которые ставились. Я смотрел, все ссылки делаются на наши новые тулы. Люди делятся новым тулом, который мы опубликовали, который мы пропиарили на вебинарах. Мы его, в частности, вот новый тул веб-сайт Аудит, мы его специально нигде не пиарили. То есть в отличие от калькулятора тайтл, который мы создали, от, собственно, кластеризатора, который мы активно пиарили гостевым постингом, новый тул мы не успели еще толком заняться пиаром. Но ссылки на него уже появляются. И появляются благодаря вебинарам, где мы несколько раз его упомянули. Поэтому вебинары – это один из вариантов метода взаимодействия. Как создавать вебинары и вести вебинары, есть соответствующий у нас и ролик, и статья. Вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылочки мы тоже оставим обязательно под этим видео. Ну и второй метод коллаборации, который я назвал, на самом деле заключается в том, что вы можете писать статьи, принимать статьи на свой сайт от этих же авторов. Вы можете позвать к себе автора, который напишет вам статью. Не всегда успешно, поэтому учтите. Не все хорошие, а создатели контента могут написать вам хороший контент, но этот метод тоже работает. Вы можете приглашать их к себе. Не вы ходите на гостевой сайт, а приглашать к себе. Зачем это нужно? Он поделится вашей статьей, которую я написал у себя. И это действительно тоже может сработать. Он может написать хорошее исследование. Вы можете увидеть, что да, клевая статья. Мне понравилось, как он написал. И он разместит ее обязательно на своих соцсетях. И таким образом снова приведет свою аудиторию к вам на сайт. И мы переходим к выводам. И последним вопросом, который я хотел бы обсудить, почему вам не стоит зацикливаться именно на создание ссылок? Я вижу, что это очень часто, и многие именно зацикливаются, как мне создать ссылки, что мне для этого делать. Я вам скажу, что у нас много контента, который был создан без каких-либо внешних ссылок, показывают результаты. К примеру, моя статья о продвижении в Instagram. Я ее написал. Эта тема просто мега конкурентная. Вы только проверьте стоимость клика в контекстной рекламе. Она в топе 5 без какой-либо внешней ссылки. Есть внутренние ссылки именно с нашего сайта. Чем же интересно, почему эта статья оказалась в топе? Потому что было предложено новые варианты продвижения в Instagram. Когда вы создаете какой-либо контент, не копируйте, не рерайте других, создайте что-то новое. И в этой статье было показано множество примеров крупных брендов. Вы знаете, я даже не свой аккаунт продвигал. Я просто показал, как это делают многие большие аккаунты, бренды, продвигаются в Instagram. И выдал множество примеров. Потому что стори-теллинг работает супер. Работает на ура. То есть создайте какой-то новый контент. Не рерайте. Лучше всего, когда это сделает специалист, который действительно знает тему. Поделитесь какой-то историей. Не своей, чужой. Не важно. Просто поделитесь историей. Потому что люди любят читать истории. Второй метод, который бы я вам рекомендовал, это продвижение тулов. К примеру, вот мы создаем свои тулы. У нас действительно множество своих тулов. И я вам скажу, они дают постоянный прямой трафик. Возможно, вам и не надо органика. Вы получаете прямой трафик. Если вы создаете какой-то бесплатный полезный тул. К примеру, можете создать калькулятор по потере веса. Калькулятор погашения кредитов. Калькулятор каких-то финансовых рекомендаций. Все что угодно. Просто подумайте, какой тул поможет именно вашей тематике. Мы создали уже больше 10 тулов для CEO. И один сегодня крупный тул. Мы уже развиваем кучу денег и времени вложили в этот тул. Называется Выписает Аудит. Ссылка будет в описании. Это просто безумный тул, который действительно сегодня сканирует весь сайт. Проверяет тайтлы, дескрипшены, тексты. И мало того, он еще будет сейчас проверять техническую оптимизацию. Этот момент дорабатывается буквально на днях. Мы, надеюсь, это уже запустим. И это будет максимальный инструмент. Я Вам скажу, все эти тулы дают постоянный трафик. Люди заходят пользоваться тулами. Даже не обязательно какая-то органика. Принесите пользу. Не зацикливайте сильно на ссылках. Подумайте, как Вы можете принести максимальную пользу. И какой Вы можете создать контент, на который люди будут постоянно переходить. Ну и третий вариант. Аудиоподкасты. Вообще безумно работают. Чем прелесть аудиоподкастов? Что на Западе это перегрето. Там действительно уже просто огромное количество аудиоподкастов. И 20% американцев слушают аудиоподкасты ежедневно. Просто представьте эту сумму. У нас аудиоподкасты, мы когда начали писать аудиоподкасты, у нас на самом-то деле их изначально не слушали. Мы сотню записали, их практически не слушали. Но тут огромный плюс, что я прочитал исследование, и очень довольно-таки интересно, что 80% людей, которые создают аудиоподкасты, не пишут больше 8 аудиоподкастов. Знаете, почему они не пишут? Потому что они не видят результаты. Они записали, они провалились, записали, провалились, не слушают, не будут делать дальше. Мы 100 записали аудиоподкастов, мы не видели результаты. Сейчас у нас уже больше 200. И практически каждый аудиоподкаст показывает больше тысячи прослушиваний. То есть это реальный постоянный трафик людей, которые слушают. Создайте свой аудиоподкаст, и вы рассказываете какие-то интересные вещи вашим друзьям, коллегам. Просто возьмите аудио и запишите, выложите видео аудиоподкаста. Это самый дешевый вид контента, простой, легкий и дает довольно-таки хорошие результаты. Ну, в принципе, это все на сегодня. Ребята, подписывайтесь на наш канал, пользуйтесь нашими тулами, ставьте лайки, дизлайки. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Мы обязательно на все дадим ответы. Скажите, нравится ли вам этот формат, потому что мы нашли это действительно новое место. Это Одесса, Куяльник. Здесь соленая очень вода, как мертвое море. Мы сидим вообще на соли. Это реально соль. И здесь именно природа, которая помогает выздоравливаться. Поэтому, ребята, будем очень рады, если вы сообщите, что вы думаете про новый формат. И если вам зайдет, обязательно будем снимать больше и больше. До встречи.